Меня зовут Вара, мой канал Ворочка Щек. На сегодняшнем уроке я буду показывать для начинающих итог работы, которой я кроила брюки палаца по косой нити. Это очень важно, так как этот образец я шила из льна, и я не выбирала, подходит мне, не подходит. Я просто вам показывала технологию кроя брюки палаца и также технологию пошива. Сейчас я вам рассказываю технологию пошива этих брюк, так как у нас здесь нет бокового шва, у нас швы только шаговой. Это вот здесь вот между ногами, это называется шаговой, это я рассказываю для начинающих, и обработка здесь в запаковку. То есть это брюки палаца шьются без оверлока, и очень удобно для, и практично для новичков. Если у вас нет оверлока, то прекрасно, это все можно сделать без оверлока и с очень аккуратной работой. И я вам показываю эту обработку, как это я сделала. Так же само по переднему шву и по заднему шву. Обрючины также обработана запаковка, шор запаковку. И пояс. Пояс здесь также по косой нити. Собран он на резиночку, так как я на передней части по среднему шву соединила вот таким вот методом и вставила просто резиночку. То есть идет такая вот окантовочка на полтора сантиметра, и эти брюки очень быстро шить. За час вы можете пошить. Также обработана здесь зигзагом в закрутку. Зигзаг в закрутку, шов в закрутку, вернее шов в закрутку. Очень просто и легко. Это летний вариант, чтобы не утяжелять ткань. И это просто образец, который я показываю вам, как можно легко и просто сделать такую модель. Вы можете такую модель брюки палаца шить из любой мягкой ткани. Из шелка, из сица. Главное, чтобы оно не топорщилось. Если вам хочется, чтобы они стояли трубой, то вы можете взять более жесткую такую средней плотности вот этот вот лен. И он неплохо ложится. И я решила вам показать образец, как можно это сделать. Не всем нравится этот крой, но это вы можете сделать по своему дизайну. Главное здесь техника кроя. Это очень важно. Показать новичкам, как это покроить по косой нити. Потому что не все знают, как можно покроить по косой нити брюки палаца. Это очень важно для того, чтобы брюки ложились очень красиво, падали фалтами. Все зависит, сколько вы хотите сделать расклешенности. Это тоже очень важно. И я вам показала идею и технику кроя и технологию пошива. Что очень просто. Можно это сделать за час. За 10 минут покроить такие брюки. И вы за час можете эти брюки пошить. Очень аккуратная работа. Везде шов за боковку. Вы можете посмотреть, как пояс сделан. Я поделюсь с вами поближе. Видите, как эта обработка, это по косой идет. Вот эта вот часть пояса. То, что я вселила эту резиночку. Здесь также аккуратно по передней половинке шва идет вот такой вот встык. И здесь я продела резиночку. Я думала сделать какую-то завязочку. Но я решила, что очень удобно будет такая вот резиночка. И очень аккуратная работа. Вы видите сами, как аккуратно все сделано. Швы также само в запаковку. По переднему шву. По заднему шву. Все это сделано очень аккуратно. Это шаговой шв. Если вы при крое хотите сделать более широкими, тогда вам нужно взять две длины. Не метр пятьдесят. На метр пятьдесят на такие брюки. Тогда вам нужно взять три метра. И сделать более раскрешенные. Но эта идея и эта технология кроя очень важна для новичков. Так как не все знают, как это покроить. Особенно по косой нити. По косой нити нужно соблюдать определенные правила. Вы можете посмотреть на предыдущих уроках, как это делается. Как кроить брюки по косой нити. И вы будете знать, как покроить брюки и палаца. Также самая аналогичная юбка кроится. Главное правильно сложить ткань. Вы это тоже можете посмотреть на предыдущих уроках. Главное сложить ткань правильно. Найти правильные косые нити. Найти, определить, где долевая нить. Где поперечная нить. Все это я вам рассказывала. Все это я вам показывала, объясняла до самых тонкостей. И это очень-очень важная информация для новичков. Так как не все знают, как это правильно сделать. Потому что, когда мы по правильному направлению нити кроим, то у нас правильный крой. По поперечной нити не советую кроить. Это в редких случаях, когда можно кроить по поперечной нити. Потому что получается оттенок. Совсем другой вид изделия. И вы не будете понимать, почему так выглядит ваша модель. Это очень важно знать направление долевой нити. И определяться уже по кромке направления долевой нити. Очень-очень важно придерживаться этих правил. Это должны знать новички. Потому что технологию нужно изучать из самого начала. Но так как вы не собираетесь это все изучать, всю технологию тканей. И это очень важная информация, которую я вам рассказываю. И вы сможете сделать себе прекрасные брюки, прекрасную юбку. Дополнить свой гардероб прекрасными моделями. Которые вы сможете быстро и легко пошить. Главное посмотреть несколько раз видео. И вы будете осведомлены важными правилами, которые я вам подсказываю. Которые были накоплены многими-многими годами. И я вам рассказываю за 10 минут эту информацию. Это очень важная информация для новичков. И я много внимания уделяю на эту тему. Так как правильный крой зависит наше качественное изделие. Это очень-очень важно. И каждый мастер, каждый начинающий мастер должен понимать, как, с чего начинать. Потому что это последствия всей нашей качественной работы, всего нашего изделия. Это очень-очень важная информация. Так что, мои хорошие, я с вами поделилась своими знаниями, своими секретами. Которые вам рассказывали за 10 минут. И вы будете на всю жизнь знать эти все правила технологии кроя и технологии пошива брюк или юбки. И если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. А также я вам очень благодарна за ваши подписки. Благодарна, что вы со мной. И вы научитесь, как правильно шить. Делайте, как я. Делайте вместе со мной. Потому что это все я преподношу в сжатой информации. И очень упрощенной технологии и кроя и пошива. Это очень важно, потому что все эти обучения стоят больших денег, чтобы пойти на курсы и обучиться этим важным швейным секретам. И не всегда обращают внимание на эти швейные правила. Потому что это все как-то пропускается. А это очень важно для новичков. Знать эти начинающие правила, как даже сложить эту ткань. И если вы хотите научиться красиво шить, качественно, то вы на правильном пути. И вы получите прекрасную информацию, которую я вам несу. И желаю вам творческого вдохновения, хорошего настроения, творческих идей, которые вы можете воплощать своими ручками. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. И всем пока-пока. Мира во всем мире. Всех вам.